Тут потихонечку он, видите, полез уже, лучок. Правда, не знаю, мы его, наверное, не сильно глубоко посадили. Прям немного торчит что-то, что-то где-то как-то. Да ладно, земля какая. Дай бог, чтобы этот был. Сейчас с поливом что-то решим. Да будем поливать, оно будет, может быть, лучше немножко. Вот. Тут по-прежнему еще ничего. Но вчера делать ничего нельзя было. Вот. И тут надо становиться и прямо так с утра. Не вот эту часть, которая под коркой, а вот ту, которая дальше там. Вот. Что еще? Вот эта трава, как мокрица называется, или еще что-то. Вот эта после потопа у нас, вот этой такой травы дофига. То ли ее семена поприносила откуда-то. У меня в прошлом году вот такая трава только была вот там вот, аж в углу, там, где все время сыра. В этот раз вон на ее везде. Везде она лезет и прямо на такими корнями, что она забивает полностью поверхность земли. Я ее пощавлю, он выдирала, как могла. Решила щавель так оставлять, не выкапывать его, ничего. Вот. Он, правда, видите, не рядочками, а черти как пошел. Прямо кучками. Ну, я его так решила оставить. Между ним все, повысапывала, повыдирала, то, что в некоторых местах пооставалось. Вот. А так, видите, он остался. В этом году будет так. Может быть, вот тут, где он не пошел, видите, местами. Вот там его много, кучка. А вот здесь вот совсем чуть-чуть. Вот. Вот здесь что-нибудь посажу, что-нибудь типа, ну, мало ли. Не буду досаживать щавель. Что-нибудь другое. Мне вот, если этот поднимется хорошо, мне этого хватит на заготовке. Тем более же, в один раз он поднимется, его срезать надо будет. Второй раз поднимется, и мне на заготовке хватит. А так, чтобы дофига, нафига. Короче. Вот. Подзебалась тут, ну, долго, короче, вот это все дело выдирала. Я же говорю, вот эту траву, это сплошной жах ее выдирать здесь. Вот. Вот она какая, видите. Вот она сплошным ковриком. Сплошным ковром. И вон она везде. И она заплетает и другую траву вместе с собой. Из-за этого вообще. Под ней мокро. Не зря его мокрицей называют. Ну, и под ней земля, конечно, полностью забитая. Ой, так. Что еще? Ну, вон. Тут у нас, видите, в прошлом году, который еще летом мы подсаживали. Как он? Чеснок. Чеснок. В этом году пролез. Не знаю, что с него будет, но так его оставила. Раз растет, пускай растет себе. Вот. Тут тоже этой мокрицы куча. Вон. Чуть-чуть ее подтяпывала, потому что это. И вот здесь. Видите, чеснок. Эти два рядка, которые у нас. Ну, и летом. Летом, летом это плохая идея его рассаживать уже с готовых кустов. Ну, вот. Было вот такое вот. Видите? Я тут летом вот такие вот пучки. А тут перекапывала. И вот такие пучки у этого чеснока. Я их просто взяла, уже рассадила. Но это уже было тепло, жарко, вернее. Естественно, уже с такого вот чеснока с перьями, то оно толком не... Ну, как... Оно прижилось, конечно, но смысла его выкапывать не было. Вот. Посмотрим, что в этом году будет. Вот. Вот. Может быть, небольшие будут. Ну, посмотрим. По крайней мере, они есть. Вот. И вот здесь тоже самое. Правда, оно, видите, тоже пучком пошло. То есть тут с одной, одна расплодилась, и стало их несколько. Там, где, конечно, пучком, то это быстрее всего, что на зелень выдеру или... Ну, мне еще чеснок, знаете, для чего нужен? Я же эти собираю. Головки от чеснока. Из головок от чеснока делают эти вот чесночные кубики. Классно. И зелень можно от чеснока делать чесночные кубики. Для супов, для... Ну, даже для вторых блюд. Прекрасная заготовка получается. Можно его тоже нарезать, вместе с зеленью наморозить. Прикольно получится, когда он именно такой молоденький, свеженький. Вот. Ну, а стрелочки... Стрелки. Не головки, а стрелки чесночные. Вот. У меня очень даже они в почёте. Вот. Классные заготовочки с них можно делать. И вот такой рассеянный чеснок я никуда не выкапаю ради стрелок. Так. Ну, в принципе, здесь чуть разровняли. Всё. На огороде холодно. И вон, видите, тоже какую кучу нагарнуло этой гадости. О! Духлая какая. Кошмар, короче, одним словом. Бороться и бороться. Я не знаю, оно семенами, что ли, разносится. Вот эта гадость. Или как оно получается. В общем, завтра, надеюсь, будет тёплый день. Завтра можно будет что-то поделать. Вот уже, видите, пучками. Этот чеснок. Ну, у меня и в садку там куча чеснока пучками. Вот. И там даже есть. А там у меня возле вишни. Это потому, что соседка сажала. Вот там вот чеснок у него далеко. Ну, в огороде вот там вот. Вот. И, видимо, когда выбирала, полетели, может быть, зёрнышки эти, как от стрелок чесночных вот это вот полетело и насеялось. Ну, и пускай будет. Я не против, пускай будет. Так. В принципе. Что ты собрался делать? Ну, бурян жиры, кстати. А, вот тут гадость. Ну, вот это там в яме тоже вон куча его. Вот. Так что так. Вот такие работы у нас по огороду. Холодно сегодня. Прямо так холодно. Я чувствую, спину вообще страшное дело замёрзло. Шморгаюсь. У нас тётя Таня сегодня картофель посадила. Представляете? Вот. Так что картошку уже можно сажать. Я вот тут думаю, можно себе ведро кинуть. Хотя нафиг она надо нам. Ну, типа молодая, молодая. Ну, не знаю я. Молодую картошку. Мы ж недалеко от города живём. Чё, поехал, докупил. А с этой, блин, мудохаться. А ведь это джук, блин. Потом перепрыгнет мне на помидоры. Хотя, не знаю. Может быть, и посадим. Посмотрим. Если несколько чисто кустиков так. Для прикола, то может быть. И вот, смотрите, видите. Гадость. Гадость эта. Зелёная. Блин. Капец. А, хотелось показать вам, куда мы присадили эти корона принца. Или как там куля сказал. Какая-то там царская корона, блин, цветочки. А, вон. Вот здесь. Вот здесь. Вот, чтобы с окошка у Дашки было красиво. Надеюсь, они примутся. Надеюсь, всё мы правильно сделали. Хотя, посмотрели он на огороде Титани. У него не глубже сидят, чем мы их посадили. Ну, как будет, так будет. Главное, чтобы не засохли. Так что так. А начали рыть эту корону царскую. И оказалось, что там, вот видите, где лужица. Что там мы хотели там посадить. Аж в самом углу. И вот здесь вот. Вот здесь вот посадить. Вот эту корону. Начали копать. А там, оказывается, цебульки лилий. Ёшкин, матрёшкин. В прошлом году мы сюда, оказывается, цебульки лилий присаживали. Вот слышишь так. Сажаешь. В прошлом году посажал. Уже забыл, что ты куда посажал. Вот. И они даже такой маленький ростик пустили. Поэтому пришлось их немножко дальше пустить. Зарыли их. Хай себе растут. Так. Здесь вот под забором чуть-чуть, чуточку посыпала матиола. Матиолы. Тут же эти растут такие пушистые цветы, короче, какие-то. Они осенние. Вот. Немного матиолы насыпала. Посмотрим. Если проклюнется, будет хорошо, будет пахнуть нам в окна, ё-моё. Будут пахнуть нам в окна. Так. Ну, здесь, конечно, ну да, тут куча всего ещё нужно делать. В прошлом году вот это собирала. Ну, есть там видео. Уже когда строились, тут кучу отсева навозили. И так его просыпали здесь. Поэтому я в прошлом году лопатой прямо слой снимала на кучу. Тогда тоже несколько тачек вывезла. И всё. И вот тут ливень потом всё наломал. Тут была даже кучечка такая. Всё поразмывала. В этом году нужно будет дособирать вот эти все, видите, всю каку-вяку. И повывозить. Так что так. И нашлась у нас пиона. Пиона нашлась. Ура-ура-ура. Сейчас покажу. А, вот здесь, видите. Тут вообще с пустным ковром вот это. У нас никогда не было, чтобы вот так вот. Тут столько вот этой гадости было. Никогда не было. Как так-то получается? У нас тут пырей рос. У нас тут ромашка росла. Что у нас только тут не росло. Ну, чтобы вот эта гадость росла. Эта гадость у нас только чуть-чуть вот там вот в углу росла. А теперь вы посмотрите. Одним сплошным ковром. Вот, пиона нашлась. Вылезла она. Видите, все-таки ее не перекопали. Я думала, что ее перекопали, вот когда рынки эту могилу целью. А она здесь. Чуть-чуть в другом месте. Но она все равно была. Вот тут куча была. Вот тут насыпана. Получается, чуть-чуть раньше кучей была. Надо ее разделить, я так думаю. И можно же ее разделить, правильно? Потому что мне не нравится, что тут, во-первых, в ней пырей растет. А во-вторых, что она широкая. Зачем мне такая большая? Если ее так разделить на две части и одну посадить вот там вот где-то. Выкопать как раз вот эту деревцу. Оно не надо. Это от вишни. Пошло вот здесь. Вот оно. Оно. Это все от этой вишенки. Да, вишня это такая штука, что отпускает своих корневищ куча. То это надо выкопать. И то надо выкопать. То, может быть, в краю поставим, посмотрим оставим. Можно на улице их насажать, конечно. Вот если они приживутся. Чтобы по улице красиво было. Что-то цветут они очень даже неплохо. Короче, пиону хочу разделить. Половину выковырять и посадить вот там. Будет очень даже ничего. Так что такие пироги. Все. Пока месть. На этом, наверное, все. Коля забрал все оттуда. Забрал уже. Грабли осталось забрать. Да и все. Холодно. Хочу домой. Холодно. 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 И сыро. Здесь вот это мы будем убирать. Там, где вот этот клубничник был. Типа клубничник. Будем убирать. Толку с него нет. Тем более, сегодня посмотрели. Не, вчера. Вчера посмотрели программу про эту клубнику. Говорят, что уже когда она растет третий, четвертый год, толку с нее не будет. Но в прошлом году, это был, наверное, третий год, когда она вот на этом месте росла. И по натрию в прошлом году практически с ней ничего не было. Вот я только ее поливала, поливала без конца. Вот. И толку с нее ноль. Вот. Осталось несколько штучек. Посмотрим, короче. Посмотрим, что делать с этой клубникой. Абсолютно я не знаю. Тем более, я же говорю, тут их буквально ну с десяток, может быть, осталось на этом кусочке. Толку, короче, ноль. Надо или место ее менять. Ой. Или как-то по-другому. Ну вот, когда мы сажали ее под это, на высокие грядки, крытые вот этой черной тканью. Вот то было дело. Тогда у нас клубники было много, и она была красивая, она была большая. Она прям шикарная была. Вот это, конечно, ерунда. Ерунда полнейшая. Все, ребята, на этом, наверное, будем заканчивать. Сегодняшнюю грабельки все это собираю. Сегодня буду на этом заканчивать, наверное. Может быть, влог нет, но огородний точно, да. Сейчас поглянем, что Коля делает. Так, смотрим, что тут у нас. Конечно, то, что планировали, мы не успели сделать. Ну, ничего страшного. Вязаночки вон повязали. Николай повязал сразу же такими небольшими, чтобы можно раз, и на шашлычок взял себе. Надо будет вот там вот... Это красота, чи не? Нет, еще пока мисс не красота. Сейчас пока... Ну, вот туда, если не дивиться, то тут уже, может быть... У каждого свое понятие о красоте. Тут до красоты, как до киеварочки. Тут надо этот... Вот эту часть земли снимать на огород. Тут хорошая земля. Только надо выбирать отсюда эти... Всякие гвоздики. Всякую ерундишечку. И как удобрение, особенно вон там вот. Уф, кучка хорошая. Так. Ну, еще останется вот это убрать. И бы да красота. И уту. Вот это и уту. Ну, да. Ну, тоже строилась не один год. Ну, да. Тут настраивалась и настраивалась в течение пяти лет. Че, скольки, че, шести лет. Сколько мы хозяйства держали? Ну, да. Сначала одна пристроечка, потом другая пристроечка, потом третья. И пошло, и пошло, и поехало, да. Так у нас и там было, где железо тоже что-то было, а еще не было. Да, а то первые были. А, то есть мы там самых первых держали. Я там сколотил будку, вспоминай, с укипленными стенами, с ватой. Минвату даже с тылами, на крейшу. Она такая низкая была. Вот такая низкая была, но 2 на 2. А, точно, точно. Ну, прям огромная была будка. Заглядать вот так надо было. Да, там была будка с двумя выходами по бокам. Точно. Блин, я уже этого не помню. Офигеть. Только уже первые четверо порося. Да, 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 точно. Они жили там, а то вообще вначале, как мы их посидели, посидели туда в угол. Нет, того угла еще не было. Здрасте. О, чуть-чуть ближе. А там до яма, короче. Да, да, да. Помню, помню точно. Да. Прикольно. Сейчас так вспомнишь, вернее, не вспомнишь все. Ну, я же скажу, оно все настраивалось. Вспомнил, раздрогнул. И в конечном итоге хлама все прибавлялось и прибавлялось. Вот оно и так и получается. Ну, да, но изначально, извини меня, красиво было. Изначально, да. Столбики, сеточка ровненько натянута. Снизу одна досточка прибита. Да, пока свиньи начали рыть у нас. Да. Потом вот да, блин, взяла, бух, пробила дырку, блин, все, началось бегом, надо закрывать. Да, надо закрывать дырку. Закрыли доской дырку. Потом эту доску она оторвала, сгрызла. Закрыли дверью какой-то. Потом разломала будку. Давай будку эту латать. Опять какими-то там, блин, старьем каким-то подмогать. Естественно, кусочек до кусочек, и в итоге налаталась вот такая оно охерня. Да, доска на доске, доска на доске, и доской погоняет. Ну, чтоб вы поняли, да. Оно ж изначально не так было. Изначально оно все красиво было. А со временем оно, понятное дело, что по шурику латаешь, по шурику подбиваешь, и вот и получается, что и поддоны оно закопа не было. Что-то подлаживали бы они рыли, блин, к соседям подкопы. И рамы всякие, и двери, и, короче, все на свете. Так что так. Так, ну ладно, давайте уже с этим, с таким огородним, с уличным заканчивать, потому что я что-то замерзла, и у меня, по-моему, начался нос, морг. Так что такие пироги. Все. Забираю штатив. Ты Боню кормил, да? Все, значит, пять часов мы Боню покормили, теперь шесть, семь, восемь, в девять. В девять. В начале десятого. Так. Все, в принципе, здесь вот так вот у нас по каместе. Боремся, боремся с завалами. Сами их натворили, сами боремся. Ну, мы же без трудностей не можем. Надо их сначала создать, чтобы потом их преодолевать. А то если без трудностей жить, что это за жизнь будет, правильно? Человек такой существует, что сначала сам себе создает трудности, а потом их преодолевает. В общем, вот такие вот дела. Ну что, ребята, добрый-добрый вечер. И у нас ужин. И мы будем смотреть опять родычи. Или род... Родственники. Родычи. Родычи вроде бы. Ну, в общем, украинский сериал. Он на рус... По-русски. Украинский по-русски, короче. 95-го квартала. Вот. Интересный такой. Серии, правда, 50 минут, но интересный. И кушаем мы сегодня. Доедаем картошечку уже. Вот так вот осталось самое такое жир. Жир. На самом деле тут жира мало. То, что только с курицей было, это майонез. Ё-моё. Мы под майонезом и под плавленым сырком делали. Поэтому... Нет, майонез еще лучок плавает. Да, да, да. Тут лучок вон. Много-много лучка. Вот. Квашеная капустка. Вкуснячая, привкуснячая. С лучком. М-м-м. А шарском осводит. Помидорочки. Вот такие вот. М-м-м. Свои домашние. Сейчас. Сейчас Боня с ума сойдет. Посмотрите на эту морду. Да, она только ее. Она такая. Каждый мое... М-м-м. Ее прямо все. Колбасит она не может. Что такое? Сидела на кухне, ждала, ждала. Никто ничего не дал. Ноги грязные. Мы только с прогулки. Она бегала. Ну, она же думает, что все время, когда мы на кухне проводим, это значит, что мы готовим ей есть. Она уже привыкла, что если мама на кухне, значит, что-то где-то перепадет. Куда она пошла? А, воды попить. Воды попить. Не даетесь жрать собаке, пойду попью воды. Ева тоже вон расстроенная вся лежит, морду уткнула лапой переднюю. Ужина ждет. Но им еще рановато. Вот. Ну, все, ребята. Короче, мы кушаем. А, еще яйца. Яйца. Вареное яйцо куриное и на контракте гусиное, да? Угу. Капец, да? Такая разница огромедная, блин. Вот. Ну, все. Хлебушка. И мы садимся кушать. Да? Угу. 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 Все. Спасибо, что вы с нами. Да, сегодня. На сегодня точно все. Сейчас будем смотреть сериальчик. Вкусно кушать. Потом кормить животных. Выводить их. Пописать. И спадки. Да? Да. Все. Животное еще пока мезерано. Так что, может спело идти ложиться поотдыхать еще. Не, не, Боняк, иди. Вон у тебя палочка. Погрызи палочку. Тебе еще рано. Ты только кушала буквально вот час назад. Сейчас сколько? Че, пару часов назад. Еще как минимум два часа ждать. Нет. Все. Никаких му. Никаких му. И хорей крутится туда-сюда. Все, ребята. Всем приятного аппетита, кто кушает с нами. И всем пока-пока. Кто еще не поставил пальчик вверх, не забудьте. Не забудьте. И кто не подписался, обязательно подписывайтесь. У нас будет еще интересненько. Сто процентов. Сто процентов. Продолжение следует...